Зависал тут на Реддите и вот что нашел. Я обожаю, когда мой парень готовит, могу целый день на это смотреть. Он крутится на кухне, режет овощи, запекает мясо, жарит на сковороде и все это суперуверенно. Он думает, что просто готовит ужин, но вот чего он не знает, так это то, что к тому времени, как еда уже будет готова, я хочу сорвать с него одежду и удовлетворить свои желания, а потом уже можно и поужинать. Это тоже с Реддита. После долгого рабочего дня снять с него галстук. Ммм, тхкни меня. Тра-ла-ла-ла-лаура пишет. Надевайте красивые свитера. Когда я вижу такие свитера, я хочу прижиматься, а точнее заняться сексом. Мне нравится, как тут прокомментировали, что это лучший вид прижимания. Далее интереснее. Предполагается, что наш сонный голос очень привлекательный. Это было обнаружено в результате исследования в 2013 году. Они выяснили, что агрессивность, которая присутствует в мужском голосе, она менее ощутима, когда мы сонные. И женщины находят это привлекательным. Далее в списке это пот. Но не просто пот, а пот после тренировки. Я взял это из исследования 2007 года, проведенное университетом Калифорнии Беркли. Они выяснили, что гетеросексуальные женщины, когда им давали понюхать мужской пот, то у них повышалось возбуждение. Я считаю, что там много различных факторов переплетено. Так что не скажу вам, что вперед, идите потеете и считайте, что это хорошо пахнет. Нет, в это уравнение входит много переменных. Но вот после тренировки вы наткнулись на девушку. И скажем, что вы в хорошей форме и принимали душ перед тренировкой. Вам не надо сильно переживать насчет запаха. Это может ее даже зависти. Далее, закатывая рукава, особенно выше локтя, почему девушкам это нравится? Из-за предплечий. В мужских предплечьях есть нечто, что нравится женщинам. И да, они изучили множество предплечий, и разные женщины находят привлекательными разные руки. Так что да, их привлекают, особенно мускулистые руки, предплечья с венами и симметричные предплечья. Женщины об этом говорят постоянно, что когда они видят мужские предплечья, это как форма фетиша. Так что, парни, если становится жарко, то просто закатайте рукава, даже если вы худощавый. Это все равно заинтересует девушек. Это щетина, борода, усы, лысая голова и волосатая грудь. Что общего у этих вещей? Есть женщины, которым это нравится, и есть те, которым это не нравится. Вот что я думаю, когда слышу противоречивую информацию, типа, «Эй, не брей голову, девушкам это не нравится!» Но вот в чем прикол, что многим женщинам это нравится. Кто-то из вас, ребята, брел голову? Пишите в комментариях, если бывало такое, что девушка подходила к вам и гладила по бритой голове. Я серьезно. И то же самое с бородой и усами. Щетина из всего этого списка менее поляризована. Но женщинам это все нравится. Даже волосатая грудь. Я знаю, что некоторые парни такие, «Блин, мне надо побриться, а то я как снежный человек или Чубакка». Но суть в том, что есть такие девушки, которым это нравится. И это самое главное в этом пункте. Вам не надо быть посередине. Потому что вы же не хотите быть среднестатистическим. Лучше быть либо таким, либо другим. Хорошо, не будет так много девушек, которых будет привлекать такое. Но те 10 или 20 процентов, которым это нравится, они вам это покажут и будут притягиваться к вам. Раз уж мы говорим о волосах, давайте заодно поговорим о седине. Может, у вас появилась легкая седина по бокам или пепельный цвет на макушке. Ребята, это здорово, так как женщинам нравится седина. Многие парни считают, что им надо выглядеть моложе, но это не так. Если взглянуть на пик привлекательности для мужчин, знаете, где он находится? Это 50 лет, так как предполагается, что вы достигли всего, чего хотели. Женщины тяготеют к взрослым мужчинам, и в этом есть смысл. Мы видим это в природе. Серебряная горилла, почему она такая? Потому что она уже взрослая, и у нее есть статус. Так и с женщинами, когда они видят седину, то они видят парня, у которого уже есть опыт. Он уже повидал что-то в этом мире. И это очень привлекательно для них. Далее, это знатоки. Говорить с энтузиазмом практически о чем угодно. Когда мой молодой человек говорит с восторгом о том, что ему интересно, даже если мне это совершенно не интересно, я нахожу это очень привлекательным. Так что, парни, если вы увлекаетесь машинами, или звездными войнами, или модой, то не прячьте это. Эта вещь сделает вас более привлекательным, потому что если она видит, что у вас есть страсть, то люди видят вас энергию, и это привлекает. Веснушки. Кто знал, это делает вас более невинным. Сконцентрированное лицо. Оказывается, что когда мы концентрируемся на чем-либо, то многие дамы, они это замечают, и им это нравится. В сконцентрированном взгляде что-то есть, так что не бойтесь думать. Ну а что насчет одежды? В этом списке есть сотни вещей, которые сводят женщин с ума. Некоторые из них вы уже знаете, я просто их назову. Ботинки, женщины их обожают. Джинсы, хорошо сидячие джинсы. Особенно, когда мужчина в форме. Футболки, хорошенькие футболки по размеру. И да, надо быть в форме. Если у вас тело не подходит для футболки, есть лишний вес, ли вы худощавы, тогда лучше надеть кэжуал рубашку с длинным рукавом. Или можно подвернуть и показать предплечье. Другие вещи, которые им нравятся, и мне показалось это интересным, это бабочки. Потому что так вы проявляете себя. Не сама бабочка привлекает, а то, что у вас есть смелость надеть бабочку, чтобы выделиться. А говоря о том, чтобы выделяться, тогда яркие, забавные носки. Когда женщина видит мужчину, который снял обувь, и он одет, скажем, в самую простую одежду, но носки, они необычные, они привлекают к себе. Им сразу становится интересно, что же такого есть еще у этого парня, что он прячет. Далее, это униформа. Я понял это, когда еще служил во флоте. И если среди вас есть пожарники и полицейские, то вы знаете, что женщинам нравится униформа. Даже почтальоны. Да, женщинам нравится форма. Я слышал, как женщины обсуждали, не могу дождаться, чтобы почтальон проехал мимо. Они за этим следят, они любят униформу. Я не знаю, что это может дело в монохромном образе. Но есть что-то в мужчине в униформе. Что же можно сделать, если вы не военный, или ваша работа не подразумевает формы? Как начать сделать свою форму? Костюм. Подумайте об этом. Красивый пиджак, который сочетается с брюками. Это сделает вас привлекательным. Даже если у вас кэжуал рабочее место, найдите способ, как привнести в него свою униформу. Такой образ, чтобы вы чувствовали себя хорошо. Собаки. Да, собаки делают вас более привлекательными. Почему? Потому что они говорят о том, что вы можете позаботиться о ком-то еще, кроме себя. Они показывают, что вы человек, и делают вас более доступным. И провели исследования. У кого бы попросили помощи? У мужчины с собакой или без? Люди всегда выбирали парня с собакой. В общем, мужчину с собакой считают более привлекательным. Далее, это мастер. Когда вы можете чинить вещи своими руками. В общем, такие смекалистые парни, которые могут посмотреть на проблему и решить ее. Хорошо, я могу посмотреть, что с этой дверью. У вас есть неполадки с канализацией, вы смотрите на проблему и решаете ее. В такие моменты ваша привлекательность возрастает. Следующая важная деталь, это грубые руки. Ну, такие руки, которые не боятся запачкаться. Я тут общался со своим другом Рафаэлем, и он рассказал мне одну историю. Что один раз женщина его остановила, посмотрела на его руки и сказала, «Вау, у тебя очень красивые руки». Поэтому, парни, большие руки с мозолями. И вообще, применять руки по делу, это привлекает женщин. Следующий пункт, очень классный, это громко смеяться. Женщинам нравится, когда мужчина может показать свои эмоции. Например, громко посмеяться и не смущаться того, что он громковат и привлекает к себе внимание. По какой-то причине они считают это очень привлекательным. Следующий пункт, пользователь Мусс написал на реддите «Инициатор поглаживаний». Когда мужчина тебя обнимает и прижимает к себе. Получается так, что женщинам нравится, когда мы берем на себя инициативу и обнимаем их. Следующий пункт в списке, это забота о друзьях. Многие женщины написали, что им нравятся парни, которые проявляют внимание и заботу о людях, которые рядом с ними. Особенно о близких друзьях. Они думают, что если он делает это для них, тогда он позаботится и обо мне. Следующий пункт, наверное, мой любимый. Девушкам нравятся парни, которые ведут себя хорошо с другими людьми без того, чтобы производить хорошее впечатление. Ведут себя хорошо с теми, кто не сможет отплатить им тем же. И мне самому нравится такое видеть, потому что это настоящий индикатор джентльмена. Джентльмен помогает тем, кто не сможет им заплатить. Очень часто люди ищут способ, чтобы сделать что-то для другого, чтобы тот потом ему был обязан чем-то взамен. Всегда есть подвох. Поэтому я очень рад видеть то, что женщины тянутся к таким парням, которые могут поступать от сердца. Хорошо, друзья, какое видео смотреть далее? Как насчет этого? Старые правила этикета, которые должен знать каждый. Она очень хорошая, и в нем есть полезная информация. Вы точно хотите узнать эти правила.